на библейский портал экзагет поступил вопрос как увидит плоды покаяния вот евангелие от матфея говорит нам о том что мы должны сотворить достойный плод покаяния надо сначала разобраться с вопросом только покаяние вот если разобраться этим вопросом и поймем что такое плоды его исповеди покаяние не всегда одно и то же люди иногда эти вопросы путают и прийти попросить у бога прощения на исповеди и получить разрешительную молитву это не то же самое что покаяться человек пришел и попросил у другого человека прощение человек простил но на следующий день человек делает то же самое один два три четыре раза я не знаю господь говорил нам прощать очень много но как правило люди редко прощают одно и то же преступление в отношении себя много раз это очень тяжело вот на исповедь примерно происходит то же самое когда приходят люди и думают что они покаялись а на самом деле попросить прощения и изменить свою жизнь это не одно и то же что такое покаяние для человека который любит сосать этот вонючий табачный дым бросить курить что значит покаяние для человека который любит потреблять алкоголь алкоголь бросить пить что значит покаяние для человека который пришел на исповедь и говорит прости меня господи я постоянно употребляю в речи диаматические выражения просто бросить материться и начать разговаривать нормальным человеческим языком так вот одно дело исповедь другое дело пока я не вот плоды пока я не это результат исповеди если результатом исповеди есть изменение жизни значит достойный плод если я после исповеди перестал знаете вспомнила сейчас когда послушник пришел человек старцу и этот уставший весь изнуренный днем забот трудов и молитв этот очень как спастись старец достает салтирь начинает читать блажен муж и же не едет на совет нечестивых человек разворачиваться и уходит стоит ушел до ушел прошло некое время он приходит а дальше что а ты где был он отвечает исполнял то что ты сказал вот когда человек исполнил то что сказано и переходит к дальше дальше дальнейшему исполнению это вот следствие того что в нем есть уже плод покаяние плод изменений себя он был не кем-то через некоторое время он стал другим почему потому что он понимает что в том агрегатном состоянии которому раньше находился он не угоден богу бог сказал блажен муж и же не ездить на совет нечестивых и когда я перестану быть таковым я перейду на вторую строчку так вот плоды покаяния наступают тогда когда человек серьезно подходит к исповеди и каждой своей исповеди прилагает хоть одну ступенечку вверх изменяя себя пускай по малым ступенечкам но регулярно и поступательно аминь